Рада приветствовать, кто слышит меня сейчас. Продолжаем начатую тему личного выбора в системе сетевого бизнеса. Двигаемся дальше. И сегодня поговорим об очень интересной теме. Как научиться продавать и не смущаться этого слова, и тем более его не бояться. Итак, с вами Рита Желтовская. Начинаем. Самый злободневный вопрос для многих, не только начинающих сетевой бизнес, но и зрелых сетевиков. Какую же информацию хотят слышать люди? За что они смогут вам платить? Какие слова и о чем смогут привлечь их внимание? И прежде чем говорить о тонкостях продажных приемов, нам нужно выяснить, как мы сами должны принять себя на постоянную и хорошо оплачиваемую работу. Что это значит? Давайте представим себя в роли человека, ищущего, допустим, что-то для обустройства дома. Попадая в дебри больших магазинов, у вас разбегаются глаза, и вы начинаете судорожно припоминать, что же вы действительно хотите купить. Вот тут-то и приходит помощь извне. Вы когда-нибудь были приятно удивлены хорошим, вежливым отношением к вам, как к покупателю, когда вам задавали простой вопрос, чем вам помочь? Ведь каждый хочет получить лучшее из того, что наметил себе, и за меньшие деньги. И это та точка общения, которая позволяет желанию покупателя соприкоснуться с возможностью продавца помочь. Когда в ненавязчивой форме вам подскажут и помогут выбрать необходимое и покажут ваши выгоды от покупки того или иного товара. Было такое, когда вам рассказывали, что с вами произойдет, если вы позволите себе купить и воспользоваться преимуществами того или иного товара. Но признайтесь себе, что вы были польщены тем вниманием, которое вам выделил продавец. Вы чувствовали себя значимым человеком, способным получить в жизни большее только потому, что к вам так хорошо отнеслись. Признайтесь, было приятно и красиво, и покупка доставила эстетическое удовольствие, и служила дольше обычного, потому что была куплена с позитивным настроением, которое ненавязчиво вам создал продавец. А как вы думаете, чаевые, которые дают в сфере обслуживания, о чем говорят они? Ведь наверняка и сами давали не раз. Вспомните, по какой причине вы так поступили. Приятно к вам отнеслись, хорошо и быстро обслужили, услышали со вниманием, что вы хотите, и сделали именно так. Или по какой другой причине, ну, не важно по какой. Важно припомнить, что вы хотели отблагодарить за и выражали благодарность в денежном эквиваленте. Вот это за и есть тот секрет, который помогает зарабатывать достойные деньги. Научиться разговаривать с людьми в позитивном настроении доброжелателя, который хочет поделиться секретом, которым владеет, или только что узнал. Разве это трудно? Ведь вы это проделываете сотни раз в день, да только не получаете за это свои чаевые. Меняем ментальную карту с бесполезного труда на выдачу информации, за которую можно получать деньги. Что это такое? О, святая простота! Вы подумали о том, что я говорю о непосильной задаче, которую вряд ли вы сможете решить. И я так думала, когда начинала работать в сфере сетевого бизнеса. Ведь все мы зависимы от мнения других людей. Что подумают? Что скажут? Вот эту слабость людей я и начала использовать в своей работе. Обращаясь к человеку, я прежде всего узнавала, что он подумает обо мне, если я ему открою какую-то тайну или секрет. Но ведь правда интересно знать, что знаю я, а он или она еще нет. Эта зацепка не оставляет никого равнодушным. Все мы охочат до секретов, особенно задевающих наши интересы. Ведь правда? Мои вопросы просты, а ответы на свои же вопросы я строю по интересу того человека, который передо мной. В таком случае я точно знаю, что мой интерес донести новость или назовем ее секрет, точно совпадает с желанием того человека, с которым я веду беседу, получить на него ответ. Беседа получается обоюдо интересной. А главное, в следующий раз вы будете обласканы вниманием и сможете уже в доверительной беседе поведать свое желание, рассказать новость, за которую человек уже будет готов платить деньги. Почему? Да потому, что он вам доверяет. Эта мудрость грамотной работы со своими клиентами имеет неоспоримые преимущества, потому что снимает страх необоснованной покупки, страх попасть на удочку мошенников. А вы? Ну вы же свой, знакомый. Вам можно доверять, поэтому можно и платить за ваше предложение. Почему не любят сетевиков? У них ярко выраженная агрессия продаж, впарить любой ценой, сломить сопротивление клиента, не верить вам. Системный бизнес несет в себе совершенно новый подход к умению в первую очередь общаться. И только потом совершать продажи. Ставьте себя всегда на место того человека, который перед вами. Что привлекло его к вам? Какие черты вашего характера для него являются якорем, который держит или привечает его к вам? Умение быть позитивным, открытым, доброжелательным, полезным другим людям всегда высоко ценились в любом обществе и всегда щедро вознаграждались. Активная жизненная установка, позитивные навыки общения, нацеленность на результат – все это – составляющие работы грамотного сетевика. Составляйте себе список полезных качеств и старайтесь ими пользоваться ежедневно. Подмечайте те качества и приемы, которые нравятся людям в общении с вами. Чаще используйте их в своей работе. Это расширит ваши взаимоотношения, позволит комфортно общаться с новыми людьми, которые придут к вам по рекомендации уже знакомых вам людей. Ваше умение быть полезным другим людям и система выстроит не только новых людей, но и вашу заинтересованность быть всегда на связи, а значит иметь всегда причину получать новые заказы. Вы будете приятно удивлены, что с каждым днем такая гимнастика ума будет приносить существенные результаты. Ваши доходы будут расти независимо от времени года и состояние погоды. А главное, вы будете всегда востребованы, какая бы ни была экономическая ситуация на дворе. Не об этом ли мечтает каждый сетевик? Не верьте мне, проверьте это на своей практике, а тогда предметно поговорим. Будьте внимательны и удачливы, отзывчивы и благодарны, и вам откроются двери рая новых возможностей. Спешите быть в гармонии своих мыслей и поступков. Ну и, конечно, ждите следующий вебинар, который уже на подходе. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, чтобы оставаться в курсе новинок сетевого онлайн-бизнеса. С вами была Рита Желтовская. До связи!